Проблем у нас очень много, нет дороги, совершенно нету, потому что не может ни скорая, ни пожарка, ни вода, вода у нас привозная приехать, детей тяжело отвезти в школу, потому что дороги просто нет. Надо подниматься в гору, идти на остановку 2 километра, чтобы они пошли в школу, либо машину на горе оставлять, чтобы если вдруг потом не проехать, не воротить, что-то невозможно. Машина где-то в метрах 700-800 стоит на горе, если надо, пошли все, либо ехали. Если у кого нет машины, идут 2 километра в горку, по бездорожью, потом там кусочек асфальта и на остановочке. Освещения частично тоже нету к остановке, то есть кто заканчивает поздно там работу, либо школу, кружки, они идут по темноте. Автобусы часто ходят? Раз в час. Вот это озеро сзади вас, это случилось почему? Ой, подрядчик не успел завершить работу, начался сезон дождей, и поэтому работы прекратились, потому что копать нет возможности, просто чача, каша получилась. А дорога, по которой мы сюда заезжали, ее размыл шторм? Да, ее размыл шторм, потому что не было берега укрепительных работ никаких, вымыл лесополосу, сдерживающее, ну как природное. Вот, ее размыло, и соответственно, больше ничего не сдерживало волны и смыло всю дорогу. А дома пострадали? В этот раз подошло к домам, прям по границам, к участкам, вот у меня лично, прям по границе. В прошлый раз два раза топило. Один раз с новым домом, который только построили, второй раз подошло прям новый дом и старый дом частично. На его пусть автобус к нам не заходит, да. Остановки у нас очень-очень далеко. У нас 80, у нас учеников, с первого по десятый класс ученики. У нас очень остановка далеко. Во-первых, сначала нужно на скалу вылезти, вот у нас на гору вылезти, а потом до остановки. Вот мне лично полчаса, мне 86 лет, я живу одна. Машины могут проехать сюда, скорая, гражданские машины? Нет, скорая не может проехать. И я 6 тысяч своих с пенсии проездила, чтобы капельницу, 10 капельниц прокапали мне. Я же 10 тысяч, что-то, 6 тысяч проехала. У вас давно такое бездорожье? Да 25 лет мы добиваемся и пишем, и что только и обращались, и никаких сбегов. Все улицы уже закольцуем, и каждый житель, проживающий на территории этого поселка, сможет выехать и по дороге выехать на основную дорогу, которая называется очередневно-герой. Эту работу мы завтра еще начинаем, сейчас определяемся в смене, в подрядчик, поднятие. И что касается по уличным, по уличным крейдерованиям, прям в завтрашнего дня, выезжает сегодня, выезжает села бригада, бригада Крым-Устан-Добрый, и тоже будет крейдеровать все улицы. Поэтому полностью обеспечим работу, работу транспорта, доступности. И сейчас вот поговорили, жители попросили села, чтобы обеспечить работу общественного транспорта. После того, как сделали дорогу, а мы взяли сроки до первого, как раз завершить эти работы, значит, и после этого определимся, как будет работать и общее транспорт. То жители предлагают, что там периодичность два раза в день, и в течение всей недели, кроме субботы, выходных, чтобы работать общественного транспорта, и на эти остановки пойдем. Все это мы сделаем, после того, как завершим работу, которая связана с должными детьми. Расширим сейчас обводной канал. Мы сейчас вот прям заточный работаем, да? Да, да, вот этот обводной канал мы расширяем для того, чтобы отвезти воду от домовладения, вот тут рядом с заморкой, поэтому не отвезти нам метод на 10-15 минут. Завтра же дня в Белоза заезжает эскаватор, и будут расширять тебя обводной канал. Расстояние протяженности дороги в 2,5 километра. Завтра же дня в принципе, это 1 февраля, мы теперь работу завершим. Если начать работать в Невхейское шоссе, то это затянется время, порядка в течение двух месяцев работать, и все, погода завершится. И у меня последний вопрос насчет Невхейской дороги и четырех улиц этого поселка. Они будут включаться в список пострадавших от ЧАЭС? Они включены и в батареи завтра же дня уже приступают к работе. Крым, который приступает завтра к работе по улицам. Зоя Касмьянская улица, Озерная и улица Гражданская. Вот по трех улицам завтра же дня приступают к работе. Обратились граждане по поводу того, чтобы рассмотреть возможность захода на этот отдаленный участок, где есть пособие Кировского, да, у нас автобуса в рейсах. В любом случае, сейчас там провели, прошли мы по всем дорогам, там намечены у нас планы по приведению их в проезжаемое состояние, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасный проезд. После, скажем так, окончания данных мероприятий, возможно, будет рассмотреть вопрос, связанный с запуском автобусного сообщения. С этими, в принципе, проговорили. В любом случае, расписание надо было согласовано было со всеми, там, предоставить администрацию города Керчи, на которой министр транспорта данный вопрос будет. Пока вот предварительно, так вот, в общем, обсуждали, ну, предлагается запустить автобус 14А, который будет как раз таки... чтобы не трогать, основной, 14-й маршрут, который идет на Гурпляшку. Вот, соответственно, предлагается использовать автобус 14А отдельно, там, по тому расписанию, которое устроит людей. То есть, ну, в любом случае, это будет организовано уже по результатам проведенных мероприятий, связанных с восстановлением Немпельской дороги, да, и Дмпельского спуска, и улично-дорожной сети здесь по поселку. Эта улица у нас, получается, Гражданская, Зоя Костановьянская и Озерная. Работы не останавливаем в течение, там, недели, максимум двух, там, до конца месяца, там, за погодных условиях, потому что, все, наверное, знают, там, тоже сообщали, где-то с 19-го, на 20-го, обратно будут ухудшения, то есть, выпадение осадков в виде дождя, далее мокрый снег, снег и, возможно, гололидис, то есть, это тоже будет затруднять произведение работы. Но, в любом случае, планы ставим до 1-го марта, там, это будет обеспечить проезжаемость и, все-таки, там, дальше же проводить работу, связанную с движением транспорта по поселку, для того, чтобы, там, не ограничивать граждан, там, тренинг.